Друзья, всех приветствую на нашем канале. Сегодня мы поговорим, как быстро получить растение на штамбе. Растение, которое имеет ровный ствол без ветвей, с пушистой кроной сверху, это и есть растение на штамбе. Есть два способа, как получить растение на штамбе. Первый способ с помощью прививки и второй способ с помощью специальной стрижки. Формы кроны бывают плакучие, шаровидные. Самый быстрый способ получить растение на штамбе это стрижка. На примере можжевельника скального продемонстрируем, как получить штамбовое дерево. С чего начинаем работу. Обязательно нужно выбрать красивое здоровое растение с ровным стволом. Друзья, для сегодняшней работы мы подобрали подходящее для нас растение. Как вы видите, ствол ровный у нашего можжевельника. Высота данного экземпляра метр семьдесят мы уже померили. Теперь нам нужно определиться, до какой высоты необходимо оголить ствол. От природы верхушка нашего можжевельника пышная. Это замечательно. И мы решили оголить ствол до высоты семьдесят сантиметров. Это будет у нас вот здесь. Вот на такую высоту. Сегодня использовать будем секатор, садовые ножницы. Итак, приступаем, друзья, к работе. Что нам необходимо в первую очередь сделать? Самую последнюю ветку желательно обрезать. Вот я вижу, что у нас визуально эта ветка будет последняя. Обрезаю. Для чего я это делаю? Чтобы потом не сделать ошибку. Обрезать можжевельник я буду снизу. И чтобы я не сделал ошибку, я буду видеть, где уже у нас идет грань. Начинаем работу. Обрезаем все ветки, оголяем ствол. Я в каждом видео стараюсь сказать, что при обрезке используем хорошо заточенный инструмент, чтобы растение не повредить. Ветки все обрезаем вплотную к стволу. Работаем, друзья. Видите, как это все происходит. Мелкие ветки вы можете обрывать просто своими пальцами. Есть ветки у нас крупные. И также вы, наверное, зададите вопрос, с какого возраста можно растение формировать на штамп. Отвечаю. Данному можжевельнику 4 года. По состоянию, по толщине его ствола видно, что для этой работы он подходит. Толщина ствола должна быть внушительная, чтобы в будущем этот ствол мог выдержать вес шапки вверху. Шапка будет нарастать, формироваться, она будет все тяжелее и тяжелее. И ствол должен выдержать эту нагрузку. Вот видите, подбираюсь к верху. Здесь ветка толстая. Здесь нужно приложить усилие, чтобы ее срезать. И вот я подхожу уже к нашей последней ветке, которую я в начале стрижки пометил. Сейчас посмотрим, что у нас с этой стороны. Почищаем все мелкие ветки. Друзья, если вам нравятся такие видео, обязательно пишите комментарии под видеороликом. Снимать такие видео на такую тему или нет. Все. Вот у нас уже оголенный ствол. Свежие срезы, которые вы видите, со временем затянутся и ствол будет гладким. Друзья, как вы видите, ствол нашего растения мы оголили. И сейчас переходим ко второму этапу работы. Сейчас будем формировать нашу крону, нашу шапку. Мы хотим сделать яйцевидной формы. Используем садовые ножницы. Приступаем к работе. Пристригаем слегка. Если вы эту работу делаете впервые, очень не заглубляйтесь. Я стараюсь в каждом видео о стрижке растений рекомендовать отходить в сторону. Что у вас будет получаться со стороны. Как это будет выглядеть. Так что очень не заглубляемся. Срезаем только верхушки. Если со стороны будет видно, что это плохо выглядит, можно будет немного заглубиться. Слегка пристригаем. Верхушки тоже. Здесь молодой прирост. Я тоже отойду в сторону и посмотрю, что у меня получается. А сейчас пристрижем. Вот так можно посмотреть. Слегка верхушку пристрижем. Вот сейчас, друзья, я отойду к оператору и посмотрим, что визуально у нас получается. Неплохо. Да, с первого раза это будет не идеально. В течение нескольких сезонов растение наберет яйцевидную форму. Если вы хотите, можете постричь в форме шара, в форме куба. Все зависит от вашей фантазии. Работу мы завершили. Получилось растение на штамбе. По моему мнению, работа сделана неплохо. А вы обязательно оцените мою работу в комментариях. Растения на штамбе могут произрастать как в горшечной культуре, так и в открытом грунте. Высота штамба может быть от метра и выше. Штамбовые растения могут быть как с хвойных растений, так и с лиственных растений. Друзья, не бойтесь проводить стрижки своих растений. Не бойтесь формировать свои растения в стиле неваки, на штамбовые формы. Всем удачи! Желаю, чтобы вы получали удовольствие от работы в своем саду. Спасибо, что смотрите наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал. Подписывайтесь на нашу страничку Instagram. Ссылочка под этим видео в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...